Друзья, всем привет! Всем привет! И вот мы наконец-таки вышли в эфир, будем снимать ролик. Давно нас не было, потому что, смотрите, что у нас творится. Уже это, не знаю, вся Россия, даже весь мир, наверное, дослышал, что здесь творилось. Не было света, не было интернета, не было ничего. И сейчас люди до сих пор сидят без света, без тепла, без воды. Все это пытаются восстановить. Но сейчас интернет более наладили. Ну и сейчас будем снимать ролики. Будем стараться почаще выкладывать, рассказывать. Извините, Саша, я вас перебил. Почаще говорить, что с ценами, потому что цена подскочила. Мы об этом постоянно говорим. Подскочила не слабо, и ценники постоянно меняются. Будем ходить, будем смотреть, вы всегда будете в курсе. Ну и, естественно, сейчас проблемы с этими электронными ПТС. Потому что стоит много машин, вновь привезенных, и они стоят без ПТС. Все ждут этих злосчастных электронных ПТС. Ну, тоже будем об этом рассказывать, информировать. Ладно, пойдемте посмотрим, что происходит с ценами. Ну вот, друзья, смотрите, тут проблема. Машины буксуют. То есть уже прошло, в принципе, сколько, 10 дней, даже уже 11. И гололед прям конкретный. То есть вот фуры, это у нас с транспорной компанией, автовозы. Постоянно там в начале зеленки заезжают, не могут заехать. И такие проблемы создаются. И, в принципе, это никто не убирает, не посыпает. Сюда доедешь, пока заедешь на зеленый угол. Не знаю. Ну, короче, опасно ездить. И вот это все и так и продолжается. Друзья, в конце видео сегодня будет такой небольшой презент. Ну, презент этот будет, скорее всего, уже в следующем видео. Сделаем с вами небольшой розыгрыш. Разыграем с вами японские, именно настоящие японские вонючки. Взяли две штучки. Одинаковые. Очень вкусный запах. Кстати, как определить, японская вонючка или нет? Ну, смотрите, на данном, на данных вонючках мы вам показывать не будем, потому что человек получит открытую вонючку, знаете, как-то не хочется. Когда мы открываем вонючку, там должно быть два вкладыша. Грубо говоря, назовем это инструкция, да. И еще как-то в китайских аналогах этих вонючек, таких вонючек, вкладыши нет. Еще вот сейчас поговорили с продавцом, говорят, китайцы на коробочке делают вот здесь какие-то дырочки, якобы, чтобы нюхать вонючку. Но, опять же, как, зачем ее нюхать, если она полностью, полностью герметична. То есть мы сейчас откроем с вами коробку, понюхать мы с вами ничего не сможем. Нам придется открыть вонючку. Чтобы выиграть эту вонючку, вам нужно будет, знаете, что сделать? Смотрите видео до конца. Но хочу сразу сказать, что нужно будет, нужно быть подписанным на наш инстаграм-аккаунт. Называемся мы Автоподбор25. В видео это будет указано. Заходите, вот видите, Автоподбор25. Набираете. Картинка у нас Skyline. Стопарик Skyline на фоне Золотого моста. Ну и здесь, по большей части, мы публикуем просто какие-то разные приколы. То есть, по большей части, это такой веселительный, именно веселительный контент. Вот, поэтому давайте подписывайтесь и в конце видео узнаете, что нужно будет сделать, чтобы вы участвовали в розыгрыше японских вонючек. Сегодня получается у нас вторник и завтра, в среду, выйдет видео, как искать автомобили, на каких сайтах искать. Потому что, знаете, многие, многие даже не знают. То есть, все разберем по полочкам. Прямо сделаем такой, наверное, стрим, посмотрим. Ну, я думаю, да, сделаем стрим и покажем, как и где искать японские автомобили в Приморском крае. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Кстати, друзья, вот кто-то говорит по срокам, по транспортной компании, когда уйдет ваш автомобиль. Знаете, раз на раз не приходится. Автомобиль можно привезти, допустим, сегодня. И сегодня же его погрузят уже на автовоз. Но, опять же, зависит все от направления, куда поедет автомобиль. Может простоять день, два, три, может простоять неделю. Но в данный момент, в данный момент, посмотрите, сколько автовозов, транспортная компания. Раз, два, три, четыре. Вон телега стоит, тягача не видно. Пять, шесть, семь, восемь. Восемь автовозов. С этой стороны. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать автовозов. Ну, двенадцать автовоз. Раз, два, три, четыре, четыре автомобиля стоит. Пятый автомобиль грузится. Ну, и столько же еще влезет сверху. То есть в среднем, в среднем автовоз везет десять автомобилей. Поэтому хорошая такая новость. Если вы в ближайшее время приобретете, в ближайшие дни приобретете автомобили, то отправятся они у вас очень-очень быстро. Давайте начнем сегодня. Как видите, зима у нас на улице пришла неожиданно. Кстати, тест-драйвы на рынке проводить опасно. Опасно на летней резине, потому что... Ну, основная масса автомобилей, конечно, стоит на летней резине. Итак, популярный минивэн Honda Freed Spike. Как видите, белый цвет. Повторитель автомобиля на летней резине. Как я говорил, большинство повторителей. Бесключевой доступ. Ветровики есть. Сейчас покажу наглядно, потому что многие начинают путаться, что такое Spike и что такое Honda Freed. Кстати, автомобиль 4WD. Я уже говорил. Да, давайте откроем. Посмотрим по салону. Немного сравним. По, скажем так, по передней части, в принципе, сравнивать здесь нечего. Что этот автомобиль, что этот автомобиль. Все одинаково. Кстати, у нас тоже открыты. Ладно, туда мы потом зайдем. Они сравниваются именно по задней части. Кстати, автомобили 4WD. На них устанавливается коробка передач автомат. Не вариатор. Подстаканник. Бардачок. Климат-контроль. Есть автомобили без климат-контроля. Они просто идут на крутилочку. Мультимедиа. Установлено. Два подлокотника. Есть комплектация, где электродвери. В данном автомобиле, кстати, это комплектация 2 электродвери. Сзади у нас идет сплошной второй ряд сидений. К спайке он складывается в ровный пол. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим на Фрид. Фрид без электродвери. Тоже сплошной ряд сидений. Но здесь уже у нас ровного пола нет. Здесь мы можем максимум с вами что сделать? Вот таким вот образом. То есть, в принципе, можно выходить куда-то на природу. Но в полный рост уже лечь здесь будет проблематично. Также есть комплектации, где идут 2 капитанских кресла. Ну, вообще, Фрид он как бы идет по большей части, где именно 3 ряда сидений. Но, опять же, есть изумя, где 3 ряда сидений крепятся по бокам. В данном автомобиле хорошее багажное отделение. Стоимость автомобиля я не озвучил. Сейчас скажу. Он на литье. Тоже на летней резине. Это 10-й год. 650000. Спайк у нас. Так, а вот этот он передний привод, да, у нас? Фрид он идет передний привод. Спайк он идет 4 ВД. Спайк 4 ВД, 14-й год. А аукцион 4 балла. Пробег 130 тысяч. Стоимость автомобиля. Сколько он стоит? Стоит он 830000. Опять прервался на звонок. Ну, то есть, видите, да, как ценники подлетели. Рядом стоит у нас Honda Fit. Эли комплектация. Эли это хорошая комплектация. Фары линзованные. Туманка. Датчик при столкновении. Повторители. 757 тысяч. Фары, видите, бывают простые. Ну, сейчас остановимся. Кунь-фит, я вам покажу. С простыми фариками. А здесь у нас идут линзованные фары. Кстати, вот время сейчас такое. Ребят, обязательно проверяйте температуру замерзания. Антифриза при дальних поездках. Да не только при дальних поездках. А он закрытый. Не только при дальних поездках. Ну, вообще, допустим, купили автомобиль. Отправили вон на автовозе. Вот это проверяем. Это если кто без нас проверяет. Чтоб он у вас нигде не замерз. Еще один фит стоит. Тоже 17-й год. 1,3 L комплектация. 757 тысяч он стоит. Они есть. Есть 1,3 передний привод. 4 ВД. Есть гибрид. Передний привод. Полтора литра. Есть гибрид. 4 ВД. Довольно популярные автомобили. Спрашивают их постоянные. Ну, и сейчас актуально, очень актуально, в такую непогоду. Вот нам открыли его. Именно 4 ВД. 4 ВД разметаются в махном автомобиле. Особенно, если они хорошие. Камера заднего вида установлена. Дворник. Повторитель. Антенна. Постоянно всем говорю насчет камеры заднего вида. Знаете, многие просто заказывают с подборой. Говорят, вот у меня обязательное условие, чтобы камера заднего вида была. Ребят, полторы тысячи рублей она у вас будет стоять. Это не опция идет автомобиля. Нет завора. Видите, как тут, не знаю, ходить просто страшно. Итак, значит, багажное отделение пластика здесь нет. Как такового там ниши нет. Ну, как нету. Есть небольшое помещение. Подсветка сиденья тоже складывается в ровный пол. Резина Dunlop. Тоже лето. Бесключевой доступ. Ветровиков на автомобиле нет. Коврики. Есть автомобили с вставками с кожаными. Странно, почему на данном автомобиле их нет. Руль идет обычно пластмассовое сиденье вперед-назад. Еще такой один момент. На японских автомобилях вино винов нет. Есть номер кузова. На каждом автомобиле он расположен по-разному. Есть автомобиль, где он расположен под капотом. Есть автомобиль, где он расположен под сиденьем. По большей части именно под водительским. И дублируется все это шильдиком. То есть, в данном автомобиле номер кузова прячется у нас вот здесь. И шильдик дублируется с левой стороны. Вот он. Итак, это Honda Fit. 2017 год. 1,3 комплектации L. Стоимостью 757 тысяч. Давайте еще посмотрим. Honda Fit Shuttle. Вот всегда напоминаю, знаете, много звонков. Хочу там. Хочу Honda Shuttle. Хочу Honda Fit Shuttle. Не путайте эти машины. Вот это Honda Fit Shuttle. Приставка Fit. А есть Honda Shuttle. Без приставки Fit. Он идет намного дороже. Данные автомобили бывают 4 ВД, гибриды, передние привода. Но они уже такие, как сказать, закрыты автомобили. Приелись всем, по крайней мере, у нас в Приморском крае. Понятно, что для центральной части России это какие-то новые автомобили. Знаете, некоторые даже удивляются, что у автомобиля есть бесключевой доступ. Подогрев лобового стекла, подогрев дворников и так далее. 13-й год 1,3 стоимостью 725 тысяч рублей. На этот автомобиль надели цепи. 12-й год 695 тысяч рублей. Интересно, цепи идут в комплекте или нет. 14-й год. Цена за 14-й год здесь не указана. Стоит еще один Honda Freed Spike. 11-й год. Если не написано 4 ВД, то, скорее всего, он идет передний привод. Беленький стоит. Freed. 12-й год. Кстати, они все идут полуторалитровые. 4 ВД. Стоимость автомобиля 785 тысяч рублей. Стоит Nissan Sirena 4 ВД. 1 миллион 150 тысяч. Хорошая комплектация. Сонарова налетие. Она налетие. Он автомобиль. Камеры кругового обзора. По бокам идут вот такого плана накладочка. Но это уже идет полноценный. Такой полноценный минивэн. Смого поснимаем немного. Так, дверная карта здесь идет. По ней зайдет пластик. Здесь у нас идут тканевые вставочки сиденья. Такие витик. Комбинированные идут приятные на ощупь автомобиль. Вариатор. Видимо, привезен он на юрлицо. Тут кнопка Гранас. Сверху тоже у нас есть бардачок. Климат-контроль. Вот здесь ниша такая. Комплектация. Комплектация райдом. Ага, дверка замерзла. Хочется открываться. Мы поможем немножко. Значит, второй ряд сидений. Он сплошной. Но здесь фишка такая есть. Вот эта средняя штучка. Она ездит вперед. Видите, полозья идут. Она может доехать прям туда до конца. Удобные столики. То есть два подстаканника. Монитор. Вторая печка. Так. Кстати, сиденье у нас, если мы отодвинем вот эту консоль, сиденье у нас ездит влево-вправо. Видите, какие японцы молодцы. Удобство для всех. Даже для третьего ряда сидений есть вот такой столик с двумя подстаканниками. Как видите, ну, дверь мы открыть не сможем. Дверь открыть не сможем. Третий ряд сидений, он крепится у нас по бокам. Со стороны водителя все то же самое. Стеклоподъемники. Работают. Значит, здесь у нас идет управление дверьми. Как видите, они электро, левое-правое, отключение датчика при столкновении, датчика движения по полосе, эко-режим. Нравится мне салон в данной комплектации. Руль идет кожаным, ну, как бы он такой, слегка потертый. Пробег на автомобиле 162 тысячи, я так понимаю, его здесь никто не скрывает. Очень удобно. Смотрите, сразу заработали сценарии. Очень удобно, когда есть камеры кругового обзора. Обратите внимание, то есть машинка у нас такая, прямо сверху. Мы видим все, что происходит вокруг автомобиля. Ну, так же, соответственно, если кто-то не подойдет вперед, заработают передние сонары. Вот он, кстати, смотрите. Автомобиль замерз, не хочет нам показывать ничего. Зад, траектория у нас есть. В общем, ладно, это можно будет разобраться. Также у нас имеется бардачок со стороны водителя. Ну, по месту, давайте я уже по месту, наверное, рассказывать не буду. Во всех японских автомобилях места очень много. Ну, я имею в виду в таких класса минивэн, кроссовер, седанчики. Да, они такие, как бы, весновато. Но, может, мы уже просто привыкли ездить на таких автомобилях. Очень, кстати, удобная штука, когда у вас в семье есть дети. Монитор, кстати, мониторы тоже. Ну, вот это я не знаю, штатный, не штатный монитор. Но, в случае чего, можно купить обычный монитор. И, поверьте, все это подключается очень легко и просто. И будет у вас телевизор в автомобиле. Давайте, пойдем, наверное, еще немного всем посмотрим. Хорошо, сегодня у нас что-то, что-то мы по хондам, слишком много хонд. Ну, вот о чем мы с вами разговаривали. Там стоит Honda Fit Shuttle, а это стоит именно Honda Shuttle. Автомобиль 2017 года установлены сонары, фарики такие, раз, два, три. Ну, как знаете, как под линзу идут. Туманки, обвесик, лобовое стекло идет родное, летняя резина. Повторители, ветровики есть. Автомобиль хороший, аукционный, бальный. Очень скользко на улице, в виде колесода прям, не знаю, снег вмерзло. Наверное, до весны нет, колупает его никто. Черный цвет, багажное отделение, полочки, такие ящички прикольные. Ну, я не знаю, на самом деле, полезно это опция в данном автомобиле или нет. Мне кажется, я бы ими не пользовался. Запаски на автомобиль нет. Идет ремкомплект. Салон у них такие же, как и в фитах. Скажем так, удлиненная версия, тоже полторашка. Тот же самый гибрид. Передний привод, 4WD и так далее. Кожаные вставки. Здесь у нас идет подлокотник. Ну, он такой, знаете, какой-то обрезанный. Кожаный руль. Здесь идет полный, полнейший мультируль. Полнее уже просто не бывает. Управление зеркалами. Кстати, нам дали ключи. Ну, вот, сел в автомобиль. Знаете, то, что много-много места. Но, опять же, если сравнивать с минивенами, с кроссоверами, у них, конечно, место намного больше. В стоечках у нас тут аэрбэги. Соответственно, здесь аэрбэг штатный магнитола. Автомобили заводятся с кнопки. Как заводить автомобили с кнопки? Потому что, говорю, приезжают, приезжают. Вот у меня Нива была. Вот у меня там Жигули было. Вот у меня еще что-то было. И люди просто не понимают, как заводятся автомобили с кнопки. Хотя я не думаю, что у вас там в центральной части России нет тех же самых каких-то... Я не знаю, если честно, там Лада Калина, которая новая, не заводится с кнопки. Или без кнопок. Ладно, бог с ним. А еще, кстати, говорят, что у вас машины продаются по полтора, по два года. Именно какой-то русский автопром. Напишите в комментариях, так это или нет. У нас, ну, в среднем автомобиль продается. Если он хороший, он улетает быстро. Ну, в среднем месяц-полтора. Итак, чтобы завести автомобиль с кнопки, ногой нажимаю на тормоз. Посмотрите, кстати, педали здесь какие модные. Ногой нажали на тормоз. Ключики у нас, неважно, где они у вас находятся, в кармане, здесь лежат. Нажали. Автомобиль у нас завелся. Автомобиль сейчас холодный. Прогреется и перейдет на работу. На работу именно батареи. Здесь есть режим спорт. Если у нас автомобиль заглохнет, он будет работать на батарее. и мы нажмем режим спорт, то автомобиль у нас заведется. Можно подключить телефон, управление музыкой. Здесь у нас круиз-контроль, движение по полосе, расстояние до передедущего автомобиля. Получается, выбирается эко-режим. Вот это, если честно, я не знаю зачем. Напишите в комментариях, для чего вот это. Я понимаю, японцы, они молодцы, но что сюда можно положить. Так, что у нас тут еще интересного есть? Лежит аукционный лист. Так, замена крышки багажника. Ну, он получается без... Кстати, ребят, пробег на автомобиле 40 тысяч. То есть он был немного поджат в заднюю часть. Ну, скорее всего, поменяли бампер, поменяли крышку багажника. Да, потому что крылья, все остальное, видно то, что здесь идет целое. 40 тысяч пробег. Ну, и цена, в принципе, адекватна за данный автомобиль. Сколько он там стоит? Миллион пятьдесятый, миллион двадцать пять. Сейчас нужно будет посмотреть. Здесь у нас все как надо музыку потише сделать. Как, я не знаю, в космическом корабле, не в Ладик-Алине, не в Запорожце, там не в той же самой Волге. Все у нас не на кнопочках, даже все у нас идет сенсорное подогрева сидений. Два режима, то есть можно побольше, можно поменьше сделать. Аварийка, температура сейчас минус шесть, но поверьте, привет, но поверьте, валим на улице, холодно, руки прямо уже так замерзли. Тем более у нас здесь постоянно идет ветер. Снизу у нас прячется USB и вход нажимай. Тоже полезная, полезная функция на данном автомобиле. Камера заднего вида у нас есть. Есть даже траектория. Вот включил подогрев сидений, подогрев сидений работает, поверьте, работает очень даже хорошо. Так, ну, наверное, еще пойдем что-нибудь посмотрим. И чтобы видео долго не затягивалось, возьмем еще несколько автомобилей и на сегодня будем заканчивать. Давайте просто возьмем цены, открывать не будем. Как видите, стоянка полна. Хонт. Стоит у нас спайк. Спайк, цены у нас на спайке нет. Ну, ничего страшного. Рядом у нас стоит спайк в сером исполнении, 2012 год. Гибрид Jazz Selection комплектация, 765 тысяч рублей. Nissan Note, 17-й год, 4WD, пробег 60 тысяч, аукционная оценка 3,5 балла. Резина уже установлена зимняя, 705 тысяч рублей. Nissan Note, это, наверное, один из самых недорогих автомобилей свежих годов. То есть, представляете, это 17-й год, 4WD, небольшой пробег, соотношение цена-качество. Что у нас еще здесь есть? Сирена, ну вот она стоит у нас где-то в сторонке, видимо, я только что пригнали. Еще один Honda Fit Shuttle, 14-й год, цена, к сожалению, не указана. Еще один Note, 16-й год, тоже 4WD, аукцион 4 балла, стоимостью 675 тысяч рублей. Honda Vezer, полтора литра, гибрид аукционная оценка 4 балла, пробег 37,5 тысяч. Кстати, вот, что хотелось бы сказать, что Vezer, что FIT, почему-то вот, вы все боитесь роботов, не надо их бояться. То есть, на роботе своеобразная езда, ну и просто, периодически делать профилактику робота, там, жидкость менять, вцепление и так далее. И, не надо его бояться, поверьте, 15-й год, 4 балла, пробег 37 тысяч, 1 миллион 450 тысяч. Кузов целый. Да, на аукционнике указано 37 тысяч, но, напоминаю, то, что аукционники обязательно нужно пробивать. Смотрите, есть стоянка с грузовиками, наверное, через видео зайдем сюда. Дюна, Ревка, 12-й год, что-то написано, минус 30, по-моему, 1 миллион 650 тысяч. Еще одна Дюна, 1 миллион 550 тысяч. Термос, 2012-й год, в трехлитровой, что-то там вообще, минус 38, написано, 4 ВД, 1 миллион 720 тысяч. Мы обязательно зайдем на эту стоянку. Subaru XV, гибрид, 2 литра. 13-й год, 11-й месяц, камеры при столкновении, стереокамеры установлены. Здрасте. Максимальная комплектация 1 миллион 195 тысяч рублей. То есть, что такое максимальная комплектация? Бесключевой доступ, стереокамеры, камеры при столкновении, датчик дождя, подогрев зеркал, подогрев лобового стекла. Закрыт у нас. Что тут еще есть? Не вижу отсюда. Кнопка, кнопка X-MOD, мультируль, мультируля здесь. Нет, по крайней мере, не вижу я его отсюда. Ну, X-V это то же самое, в принципе, что и Subaru Forester, только немножко покороче и чуточку, чуть-чуть, чуть-чуточку пониже. Вот еще одна X-V гибрид, серый цвет, кстати, омыватели фар, забыл сказать. 14-й год, 2 литра, все недвушечные, 1 миллион 220 тысяч. Nissan X-Trail, 14-й год, 7 мест, японская сборка. Вот вы знаете, вы многие пишут, да вот у нас там можно взять автомобиль, года свежее, но поверьте, не знаю, чья это сборка, даже если, честно, неинтересно, но с японской сборкой рядом, вот эти ваши X-Trail, они не стояли. Не то, что X-Trail, а вообще в принципе, в принципе, любые автомобили, японская сборка, она и есть японская сборка. Еще один X-Trail, 15-й год, 1 миллион 530 тысяч. Машина вам показали, показали то, что автомобили есть, какие-то пооткрывали, будем продолжать делать видео. Напоминаю, завтра выйдет видео, как искать автомобили в Приморском крае, на каких сайтах, по каким параметрам, почему у автомобиля стоит два автомобиля, допустим, берем, я не знаю, берем чего угодно, стоит из Тима за 500 тысяч, да, там клевая, целая, не битая, не крашеная и стоит из Тима за полтора, там за миллион 800, почему, почему такая разница в цене. Вот, друзья, и напоминаю про, про розыгрыш, вот он будет проходить именно в Инстаграме, напоминаю, автоподбор25, вы уже, наверное, кто досмотрел до конца, выучили название Инстаграма, автоподбор25, потому что снизу есть надпись подписываемся и в Инстаграме пишем комментарии. под картинкой. Пишем, как обычно, город, откуда вы, и последние 4 цифры своего номера телефона. На сегодня все, всем пока.